Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Кулибины Брещины презентуют свои проекты. В городе над Бугом прошел областной этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». День рождения «Альма-Матер» – 69-ю годовщину со дня образования торжественно отметили преподаватели и студенты Брестского государственного университета имени Пушкина. Рушник под хлебными колосьями, традиционная каша и обрядовые песни. В художественном музее города Бреста сыграли настоящую белорусскую свадьбу. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В Бресте прошел областной этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Напомню, впервые форум молодежных инициатив был организован в 2011 году. За это время только на территории Брещины было проведено 25 выставок-презентаций, в рамках которых продемонстрировано около 150 научных разработок. Юные дарования очень активно откликнулись на призыв о создании важных и полезных проектов, которые касались бы практически всех сфер жизнедеятельности. И это неудивительно. Такую возможность заявить о себе и стать еще ближе к своей мечте упускать точно не стоит. Наш корреспондент Анастасия Стропко узнала, к чему сегодня привели научные поиски берестейских кулибинах. Они поделились и новыми задумками и идеями. Смотрите материал. Областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» собрал на одной площадке юных изобретателей со всего Берестейского края. 25 лучших разработок в сфере медицинского обслуживания, робототехники, социальной политики, сохранения историко-культурного наследия и многих других были приставлены на суд общественности и компетентного жюри. Лучшие из лучших уже скоро представят область на республиканском этапе и поборются за место в десятке сильнейших. Но и тем, кто не окажется в числе финалистов, расстраиваться не стоит. Данный научный марафон – это бесценный опыт и еще один шаг на пути к заветной цели. Ребята посмотрели возможности друг друга. Важно, что эти возможности очень разноплановые. Здесь целый ряд на выставке представленной были и социальные проекты, и волонтерские проекты. Хотелось бы, чтобы больше было разработок технического направления, технического плана. Но даже то, что было представлено, оно довольно применимо. На республиканском уровне достаточно серьезно работает Совет Республиканский, с представителями ведомств, структурных подразделений, министерств, экономики, которые сейчас, на данном этапе, идет конкретное предложение по реализации. Сказать то, что пошел прямой поток финансирования и уже в стадии непосредственного воплощения, я не могу сейчас, но возможности в дальнейшем продвижении, описание экономической целесообразности – это все есть. Берестейские изобретатели уже были отмечены на республиканском уровне и получали гранды на реализацию идей. К примеру, в прошлом году свои научные изыскания смогли убедительно обосновать разработчики проекта по выращиванию грибов-вешенок. Суть инновации – в существенном удешевлении процесса производства. У нас на территории города Белозерска располагается электростанция. Имеется два сбросных канала, куда поступает теплая вода с работающих блоков. И вот на базе этих сбросных вод мы хотим организовать собственное производство по выращиванию грибов-вешенка. То есть, используя воду как основной ресурс. То есть, мы можем получить прибыль при минимальных затратах электроэнергии. Среди тех проектов, которые соревнуются в настоящий момент, также немало интересных, а главное – полезных разработок. Изучая опыт своих предшественников, ребята с каждым годом вносят на рассмотрение все более взвешенные и экономически просчитанные идеи. Ведь воплощать в жизнь результат полета научной мысли целесообразно только в том случае, когда он имеет перспективу развития и социально-экономическую значимость. Я здесь представляю студенческую исследовательскую научную лабораторию робототехники, в которой я занимаюсь с многими студентами и преподавателями. На этой выставке мы представляем два проекта. Один проект – это катер-глисер, который планируется использовать для построения карт водоемов и, возможно, замеров воды и так далее. Этот робот планируется для исследования подземных коммуникаций, для применения различных археологических исследований. Также его можно применять как автономную станцию для сбора различных данных, где не подходят статические датчики. Активный диалог с молодежью был продолжен и за пределами выставочной площадки. В рамках республиканского проекта «Молодежь Беларуси. Традиции и будущее», который стартовал в начале сентября текущего года. В настоящее время уже проведено около 300 встреч, в которых приняло участие более 5000 человек. Такая форма встреч молодежи с представителями различных организаций и ведомств, а также власти на местах способствует налаживанию успешного диалога, который, в свою очередь, является первым шагом к решению имеющихся проблем и взаимовыгодному сотрудничеству. А это – основа социально-экономического развития края. У каждого из нас слово «университет» ассоциируется с чем-то своим. Для кого-то учеба в вузах была флагманом студенческой жизни – контрольные, экзамены, практика. И это только часть большой и плодотворной работы. Кто-то удачно совмещал посещение лекций с праздниками и капустниками, путешествиями и развлечениями. Многие вспоминают это время как светлые чудесные годы. На этой неделе Брестский государственный университет отметил свой очередной день рождения – на этот раз 69-й. Вот уже практически 7 десятилетий вуз является главной кузницей кадров не только для Берестейского края, но и страны в целом. Альма-Матер гордится своими выпускниками и с удовольствием встречает их каждый день рождения. Мировые аналитические исследования утверждают, если вуз за 6 десятилетий своего существования не потерял высоких образовательных позиций, а наоборот, с каждым годом только стремился вперед, значит, университет профессионально состоялся и является востребованным учебным заведением. Достижение и успехи Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина свидетельствует – данное утверждение аналитиков верное. История вуза началась сразу после Великой Отечественной войны. За долгие годы, 69 лет, университет расширил перечень предлагаемых специальностей, значительно укрепил материально-техническую базу. Больших результатов один из старейших вузов в Беларуси достиг за прошедший учебный год. За этот год много защищено кандидатских диссертаций, написано учебников с грифа «Министерство образования». Многие студенты получили награды, имеют стипендию президента. Все, буквально, сотрудники-преподаватели – это коллектив людей, которые любят наш университет, которые работают на благо университета. И на сегодняшнем празднике есть возможность всем сказать им большое спасибо. День рождения университета – это хороший способ сказать спасибо тем, кто исправно трудился все годы и весь текущий год, кто днем и ночью исследовал научные теории, составлял учебники, кто проводил интересные занятия, стараясь каждым словом увлечь студентов в мир науки. По делам и награды. В торжественный день на сцену выходили в первую очередь педагоги, отдавшие большую часть своей жизни вузу и студентам. Стаж некоторых составляет практически полвека. Лидия Шукевич – доцент кафедры теории и методики физического воспитания – одна из них. За долгое время плодотворной работы в университете она выработала свою стратегию обучения, свою тактику воспитания такой непростой категории людей, как студенты. Главное, уверена Лидия Васильевна, относиться к молодым людям с пониманием. Оценки я ставлю, как правило, хорошие. Я мотивирую студентов, прививаю интерес к этому. И каждый человек, когда видит, особенно студент, что к нему нормально относится, и что он может покорить те вершины, которые перед ним, уверенность ему создаешь, тогда получается и успех. В торжественной обстановке почетные грамоты и благодарности получили и студенты. Отличники учебы, активисты общественной жизни вуза, спортсмены, музыканты – одним словом, те, кто также вносит свою лепту в развитие университета. Для кого-то из них эта оценка труда была приятной неожиданностью. Для кого-то итог большой кропотливой работы, постоянного стремления к цели и, наконец, ее достижения. Приятно отметить, что среди награжденных и наша коллега, корреспондент БУК-ТВ Анастасия Ноздрин-Плотницкая, успешно совмещающая и отличную учебу, она студентка четвертого курса отделения журналистики филологического факультета и весьма плодотворную работу. Она автор интересных материалов, журналист, умеющий сделать свой сюжет таким, чтобы он понравился зрителю. Ну что, поехали! Поехали! Но на первом месте у девушки учеба. Эмоции самые были неповторимые в тот момент, когда я узнала о том, что мне это время будет присуждаться, о том, что моя фотография будет висеть на доске почета, когда посмотреть весь университет. Наверное, это было в какой-то степени неожиданно, но в то же время приятно. Вообще, каждый результат, каждый итог – это совокупность решения каких-то задач. Это достижение какого-то уровня. И я рада, что этот уровень мне удалось пройти. Надеюсь, что вот эта ступенька не будет первой. Она будет, наверное, скорее основой, ниже которой нельзя упасть. Нужно будет подниматься выше. Я еще ни разу не пожалела о том, что я поступила именно сюда. Я очень рада, что круг педагогов, который окружал меня все вот эти четыре года, он был такой разноплановый. Каждая из них – личность. И мне очень приятно, что все они вместе формируют меня, создая такую, наверное, общую картинку яркую. И мне бы хотелось, чтобы ВУЗ процветал дальше, чтобы он развивался, чтобы, как говорила Анна Николаевна, открылся медицинский факультет, чтобы, наверное, к нам пришли еще какие-то новые абитуриенты. Пожелать педагогам крепкого здоровья, терпения, потому что студенты – люди неординарные, не всегда с ними бывает легко. Ну и какого-то творческого потенциала, потому что каждый из нас хочет быть необычным. Праздничный день – все в честь представителей университета, среди которых не только педагоги и студенты. Слова благодарности и признательности людям, позволяющим спокойно и комфортно учиться и работать, не задумываясь о том, как обеспечить хорошие условия в кабинетах и лабораториях, как просчитать стипендию и зарплату, как подобрать квалифицированных специалистов для работы. Поэтому можно смело заявлять, что Брестский государственный университет имени Пушкина – это большая семья, где все взаимосвязано, где каждый профессионально занимается своим делом, чтобы другим было спокойно работать. А при такой слаженности и дела ладятся. И хотя праздник отгремел, впереди у пушкинцев новые победы и новые свершения. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Покорить звездный Олимп Национального банка. Именно такой целью несколько месяцев назад задалась героиня следующего сюжета. Отправив несколько эскизов в столицу, Люба Катюра верила, ее работа попадет в число лучших. Несколько месяцев ожиданий заставили девчонку порядком поволноваться. И звезды сошлись. Любовь Катюра стала победительницей республиканского конкурса «Дети рисуют монеты» в возрастной группе 10-12 лет. О том, кто они – герои нашего времени, а также как добиться поставленной цели, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. В изо-студии школы «Майбэби» Люба Катюра занимается с трех лет. Особым воображением и исключительным чувством прекрасного девочка отличалась всегда. Кроме того, Люба очень трудолюбивая и всегда стремится к совершенствованию. О возможности принять участие в республиканском конкурсе «Дети рисуют монеты» девочка узнала в конце лета и сразу же начала создавать наброски. Эскиз фонарщика родился в голове сразу же. И именно он стал победителем конкурса. Сначала я смотрела в интернете, что можно посмотреть, нарисовать. Мне зацепила идея, как зажигать фонари. Мне понравилось. Сваляла картина еще два года назад. Вспомнила тему и начала рисовать. Смотрю на эскиз, рисую, откладываю, рисую еще. У меня получилась такая стопка эскизов. Приношу эти все эскизы Екатерине Юрьевне. Она смотрит. Не то, не то, не то. Вот это подойдет. Вместе с Любой в конкурсе принимала участие и ее младшая сестра. Работа первоклассницы Маши вошла в десятку лучших. Однако покорить Олимп ей не удалось. На конкурс девочка отправила также несколько работ. Однако самая любимая из них – балерины. Я нарисовала балерин, потому что как-то они красиво двигаются, и они танцуют. Я люблю заниматься танцами еще. Надежная поддержка и опора в художественных вопросах для девочек их чуткий педагог и наставник, любимая учительница ИЗО Екатерина Подковка. Именно она предложила сестрам поучаствовать в конкурсе и где-то в глубине души верила – эта миссия будет оправдана. Екатерина Юрьевна считает, что изюминка творчества Любы и Маши кроется в их особой любви к делу и неподкупной искренности. Наверное, все-таки вот этот какой-то эмоциональный запал, который дети вложили в свои работы, он, наверное, помог им в том, что их отметили и примировали. Бывают дети очень такие яркие, красивые, талантливые, но вот без доброты, мне кажется, это не самое главное качество. Все-таки они добрые, они помогают друг другу и другим ребятам. И, в принципе, мне кажется, это, наверное, даже важнее, чем то, что они хорошо рисуют. Сегодня Люба готовится к новому конкурсу. Маша старается от нее не отставать. Эскизы девочек остались в Национальном банке. И, как знать, возможно, скоро они будут реализованы в металле и станут фирменными берестейскими сувенирами. И что-то подсказывает, что об этих юных художницах брещане услышат еще не раз. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. В Бресте в 11-й раз прошел городской день охраны труда. Промышленная безопасность занимает одну из ключевых позиций в системе охраны труда на предприятии. В прошлом году увеща на производстве получили 26 человек. За 9 месяцев текущего года это количество уже достигло отметки 24. Причем 4 случая с летальным исходом. Именно поэтому анализ причин и совершенствование мер по недопущению травм среди работников – один из главных вопросов, который рассматривался. К столетию со дня рождения одного из самых известных и талантливых белорусских художников Николая Чураба в областном центре была открыта мемориальная доска. Это событие весьма значимое для Брещины – певец родного края. Сегодня так Николая Дмитриевича называют его друзья, родные и просто почитатели таланта. Так как именно любовь к родной земле всегда была лейтмотивом творчества мастера кисти. Любой город, какой бы он красивый, комфортный, не был, конечно, его красят люди. И Николай Дмитриевич Чураба – это один из тех, наверное, горожан, которые всю свою жизнь, ту жизнь, которую он прожил в городе, а жил он здесь с 1946 года, с 1946 года, он посвятил городу. Он посвятил творчеству, он посвятил воспитанию студентов. И среди его учеников много художников, много архитекторов. Это человек, который жил для города, который творил для города, который был, ну, в какой-то степени, наверное, летописцем нашего города. Все образы города, героев, они запечатлены в его произведениях. На базе Брестской городской гимназии номер 3 состоялась встреча молодых педагогов Ленинского района с главой администрации Дмитрием Городецким. Выпускники вузов на этапе профессионального становления нуждаются в особой поддержке. Жилищные вопросы, премии и льготы, конечно же, являются дополнительным бонусом и хорошим подспорьем для этой категории учителей. В Ленинском районе делается все, чтобы каждый молодой наставник не пожалел, что выбрал именно эту профессию. Сегодня работаем по возможным инструментам, рычагам, с помощью которых возможно решить проблему материально. Ну, а то, что касается морального, скажем так, мы их никогда не забываем. Всегда открыты, в первую очередь, и администрация нашего Ленинского района. По всем проблемным вопросам, которые возникают, мы стараемся идти навстречу. И в силу, скажем так, своих возможностей и в силу законодательного возможности решения вопроса всегда идем навстречу. В Бресте прошло открытое судебное заседание по делу о женщине, матери двоих детей, которая уклонялась от возмещения средств на содержание своих сыновей, находящихся на государственной опеке. Частые прогулы на работе, состояние на учете в наркологическом диспансере, многомиллионный долг перед государством и, самое главное, уклонение от его возмещения. Все эти пятна на биографии подсудимой сыграли свою, далеко не положительную роль в вынесенном приговоре. На основании части 2 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить Жигаревой Светлане Антоновне наказание в виде ареста сроком на 3 месяца и назначить ей принудительное решение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. В прошлом году по Ленинскому району города 14 обязанных лиц были осуждены за уклонение от выплат государству. За 9 месяцев текущего года пока таких горе-родителей 9. Приговор вынесен. Последняя точка в их, увы, резонансных делах поставлена. В скором времени, уже со следующего года, тунеядцы и асоциальные личности будут привлекаться к уголовной ответственности. Быть может, эта мера избавит общество платить за нигде не работающих и не желающих меняться от так называемых гомо-сапиенс. В ноябре уже на дворе. Не за горами тот час, когда придут настоящие холода и морозы. Коммунальные службы встречают новый сезон во всеоружии. Да вообще все организации региона, ответственные за безопасную жизнедеятельность людей, готовы к любым природопогодным сюрпризам. Закончился и месячник пожарной безопасности, который в течение октября проводили сотрудники МЧС. Особое внимание было уделено ветеранам и одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям, а также людям, относящимся к категории социально неблагополучных. Профилактическими мероприятиями были охвачены все категории граждан. Так что есть надежда, что осенне-зимний период обойдется без каких-либо неожиданностей. О бедогах рейдовых мероприятий расскажет Лариса Осмолович. Если перефразировать слова одного из героев всеми любимой киноленты «Бриллиантовая рука», можно сказать, заснул, проснулся и в итоге остался без крыши над головой. Это в том случае, если сам не погиб. И таковых случаев на Брещене ни один десяток, несмотря на все профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники МЧС. Конечно, основные причины пожаров – курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. Но есть и другие – неправильная эксплуатация электроприборов, несоответствующие состоянию печного отопления. Поэтому два раза в год в Беларуси проводятся месячники пожарной безопасности. В апреле и в октябре. Как правило, чтобы предупредить беду и сохранить человеческие жизни. Результат имеет место быть. Мы сегодня фиксируем это, к счастью, и снижение количества чрезвычайных происшествий, пожаров и последствий от них. Бесспорно, этому содействует большой объем проводимой работы на всех уровнях, на уровнях органов власти, руководителей предприятий и, вне сомнений, конечно же, системы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы организовали весь офицерский корпус на профилактическую работу в населенных пунктах, в трудовых коллективах. Наши офицеры идут, так скажем, в народ и пытаются разъяснять, пояснять и убеждать, что необходимо выполнять те или иные нормы безопасности, чтобы в нашем обществе как можно меньше было чрезвычайных происшествий. Брест и окрестности, Ганцевичский и Ивацевичский районы – это лишь те регионы, где вместе с сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям побывали наши корреспонденты. Охват профилактическими и противопожарными мероприятиями, вся Брестская область, все категории граждан – от мала до велика. Особое внимание одиноким пенсионерам, ветеранам войны, ну и, конечно, к тем, кто сам о себе, о своих близких и о своем жилище позаботиться просто не желает. На помощь приходят спасатели. Эффект определенно есть, потому что, по крайней мере, эти граждане не попадают в поле зрения газет, интернета, а вот прийти и ткнуть пальцем ему, и показать, где, что именно надо сделать, показать даже снимки тех, кто погиб уже по таким причинам, я думаю, что какой-то эффект это даст. В ходе проведения акции особое внимание уделяется разъяснительной работе. И по месту работы, и по месту учебы, и в жилье работники системы МЧС, так же, как участковые милиционеры, так же, как работники сельсоветов, доводят до людей, жителей нашей области, основные принципы безопасности. Весьма активно в рамках «Месячника» работают региональные отряды юных спасателей. Следует отметить, что именно в октябре инициированы такие акции, как «За безопасность вместе» и «Молодежь за безопасность». Инициатива школьников участвовать в подобных мероприятиях легко объяснима. После серии бесед с сотрудниками МЧС, просмотров воспитательных фильмов, а также многочисленных викторин и конкурсов, ребята захотели внести свой вклад в профилактическую работу по недопущению пожароопасных ситуаций. В нашем Ивацевичском районе уже давно сложились хорошие традиции по работе с детьми в плане изучения ими основ безопасности жизнедеятельности. Данная акция получилась более масштабная. Мы охватили такой населенный пункт более широко, как «Бытень». Здесь наши ребята и активисты белорусской молодежной общественной организации. Но есть и еще одна проблемная ситуация в осенний период – выжигание сухой травы. Особенно это актуально в Столинском и Лунининском районах. Всего на территории области 30 октября было зарегистрировано 9 торфяных пожаров. Столько же и 31 октября. Сегодня сложная обстановка создается на территории полезных регионов, связанная с выжиганием сухих трав, а отсюда и горение торфяных полей, горение лесов. Поэтому мы, конечно, имея такую возможность, обращаемся к нашим уважаемым гражданам, чтобы не прибегать к способу наведения порядка путем выжигания сухих трав. Нужно немножко подождать, когда пойдут дожди. Поскольку ежедневно сегодня мы фиксируем до 20 фактов горения сухих трав, торфяников и, к большому сожалению, порой и происходят пожары в населенных пунктах именно по этой причине. Лариса Осмолой из Сергея Куропата, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Настоящее белорусское веселье устроили сегодня для молодоженов сотрудники художественного музея. Встреча с хлебом и солью. Игры и испытания для жениха и невесты в исконно национальном стиле. После такого калейдоскопа ритуалов обрядовой свадьбы у главных героев и гостей традиционного торжества не осталось сомнений, что бракосочетание – это не только семейный праздник, но и сакральное явление с его религиозно-магической стороной. Почему на свадьбах ставят молодоженов нарушник? И какие испытания подготовили организаторы свадьбы для жениха и невесты? Ответ на эти и не только вопросы вы узнаете из сюжета Виктории Драгобецкой, которая побывала на первой обрядовой свадьбе в городе Надбугом. Вот так, взявшись за руки и пройдя через живые ворота, молодожены Татьяна и Максим Площанский открыли церемонию традиционного белорусского веселья, то есть свадьбы. Праздника с национальным колоритом, который наверняка запомнится молодой паре на всю жизнь. Стать главными героями обрядовой свадьбы, жених и невеста, согласились, не раздумывая. Поступило предложение поучаствовать накануне свадьбы. И они отказались. Сочли интересным для себя. Переступить через рушник зерном, сложить поленницу и приготовить кашу. Каждый из ритуалов обрядовой свадьбы символизировал этапы семейной жизни молодоженов. А испытания были подготовлены таким образом, чтобы определить, чего стоит в паре каждый по отдельности и насколько силен их союз в преодолении трудностей сообща. Эти народные традиции возвращают свадебному торжеству его первоначальный смысл, делая его не просто красивым сопровождением официального бракосочетания, а священным обрядом, который настраивает на долгую, счастливую семейную жизнь. Кстати, сведения о свадебном ритуале и необходимый инвентарь сотрудники музея собирали несколько лет. Для того, чтобы продемонстрировать брещанам торжество, проникнутое национальным духом. Татьяна и Максим пока первая пара, которая сыграла обрядовую свадьбу среди музейных экспонатов с настоящим белорусским караваем, кашей и хороводом. В исконно белорусском стиле. К такому нетрадиционно-традиционному торжеству можно относиться по-разному, считать пережитком прошлого и вообще странной причудой. А можно окунуться в национальный колорит белорусского веселья и сыграть свадьбу среди вышитых цветами и узорами рушников, каждый из которых является важной деталью в картине под названием «Счастливая семейная жизнь». Первый раз вот такой вот, видишь, как по национальным белорусским традициям. Нас как бы пригласили. Приезжайте, здесь будет художественный музей, будет интересно. Ну, знаете, достаточно интересно, чтобы стоило приехать. Каждый представляет свою свадьбу по-разному. У кого-то возникает образ невесты в роскошном белом платье и белоснежный лимузин. Кто-то хочет увидеться в ЗАГС в рваных джинсах, ковбойских шляпах и сапогах. Но есть и те, кто мечтает о свадьбе в национальном белорусском стиле. С бабулиными песнями и клятва верности на рушнике под хлебными колоссиями. Я обещаю пронести с годностью и повадой нашей кахани, как и все же все. Горка! 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 Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте BookTV.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании BookTV.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями. И до встречи в эфире. 2 и 3 ноября погоду в Беларуси начнут определять теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В воскресенье на обречении синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 2-4 градуса со знаком плюс. В течение дня воздух прогреется до 7 градусов. 3 ноября в понедельник облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 3 градуса. Максимальный температурный фон дня 8-10 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова